Юная художница Нана приехала в Одессу из Николаева специально, чтобы пообщаться с Сергеем Боловиным. За свой портрет она расплатилась куском сыра. Вот такая вот идея свободы. И вообще, мне лично, я конечно не за портретом приехала, потому что так как я сама рисую, но пообщаться с вот этим замечательным человеком, мне было интересно. Замечательный, быстрый набросок. Дело вовсе не в портрете, а в том, кто это нарисовал, и что это приятно очень. Портреты выполняются в технике быстрого наброска тушью, поэтому за один день в акции может поучаствовать до нескольких десятков человек. При этом сам художник соглашается с тем, что портреты не обладают фотографическим сходством. Но все равно очень приятно иметь такой рисунок, говорит одесситка Елена. Свой портрет она получила в обмен на то, что обеспечила художника витаминами и подвезла к арт-кафе, где и проходила встреча. Решила поучаствовать, потому что очень интересная возможность познакомиться с новым видом жизни, если можно так назвать, подходом к жизни, мировосприятием. В январе этого года художник отправился в кругосветное путешествие без кошелька. Все, что ему необходимо от еды до билетов, он получает в обмен на портреты, которые делает всем желающим поучаствовать в натуральном обмене. При этом ценность ответного подарка значения не имеет. Идея создания такого проекта пришла Сергею, когда он жил в Шанхае. Началось с обмена на бытовые вещи, нужные в квартире, которые я только что снял. Квартира была пуста, практически там ничего не было, и ее надо было как-то обставить, я решил таким образом сэкономить. Дал объявление о русскоязычном форуме в Шанхае, что готовы рисовать портреты в обмен на что-то нужное для дома. Ну, такая игра. После Одессы Сергей отправится в Стамбул, а оттуда на велосипеде и без денег поедет в Рим. Вот такой вот портрет я получила в обмен на акварельную бумагу. Дарья Сидоровская, Сергей Самойлов, Новая Одесса.